МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Вязковцы, с вами Мария Дзекан. Лепшая сельская школа Витебской области находится в агрогородке Осинтор в Дубровинском районе. По выниках минулого года установа была отзначена завыдатная показчики по повышенне якости адукации и грамадянско-патриотичное выхование детей. Чим наполнены будни осинторвских школьников, расскажем у сегодняшнем выпуску. Стать наставницей русской мовы и литературы Даша Суботина марилась дятинства. Коли летость отрымала махчымасть вучиться у педагогичном классе, сгадилася без долгих разважанню. И не пошкодавала. На антикавых занятках годиной летять худка. Заповедная Мара с кожным днем усе ближай. В детстве, когда я была у бабушки, я постоянно видела, как она работает в школе, и тоже решила связать с этим жизнь. Поэтому я пошла в 10 класс. В педклассе два повышенных урока. Это обществоведение и русский язык. На русском языке мы больше склоняемся к решению централизованного тестирования. На уроках педкласса мы познаем психологию и с чем вообще связана профессия эта. И в дальнейшем я хочу поступить в Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова. Я хотела бы вернуться сюда, в нашу школу, работать учителем русского языка, так как эта школа для меня родная, поэтому хочется вернуться сюда. 11-классник Олег Яфрейменко так само выросшел поступать у Витебский державный университет имя Петра Машерова. Хлопец вушится на выдатно, шансы великие. Упыльненности додают шматликие приклады папиаредников. Коля 90% выпускников осенторфской школы поступают у ВНУ. Довольно-таки часто у нас в школе бывает день дублера, то есть нам позволяют проводить уроки некоторые. И это очень интересно, интересный опыт, учать в школе, почувствовать себя хотя бы на день учителем. Сразу понимаю ответственность, что учителя переживают каждый день. За неделю до дня дублера мы распределяемся по урокам, ходим к преподавателям, берем планы, нам помогают, как правильнее составить код урока, что нам на нем делать, что рассказывать, как себя вести и как поддерживать дисциплину. Все учителя эрудированы, профессионалы своего дела. К ним больше отношение не как к учителю, а вот как к членам твоей семьи, у которых ты можешь попросить совета, какого-то наставления, они его всегда тебе дают. Популярностью у Асинторфской школе корыстается не только педагогичный напрямок. Разом с наставниками в учни проводят доследования по гуманитарных и природознавчих науках. Шмат уваги надает и патриотичному выхованию. Зараз у школе реализуют шматвекторный проект «Гадуем патриотов». Реализуя направление «Народная дипломатия», мы участвуем в международных онлайн-конференциях, митингах международных, которые взаимодействуют с Российской Федерацией. Митинг был на мемориальном комплексе «Рылинки» во славу общей победы, где наши миротворцы приняли активное участие, а также в автопробеге «Архангельс-Брест». Реализуя направление «Память», мы участвуем в митингах, посвященных Дню Победы, на наших памятных местах, куда выходят миротворцы, и, конечно же, благоустраиваемые памятники, памятные места, которых у нас много в нашем поселке. Реализуя направление «Забота и милосердие», миротворцы посещают больницу сестринского ухода, где находятся пожилые и престарелые люди и участвуют в акциях «Доброе сердце», наши дети. Ну и реализуя направление «Мир через спорт и культуру», мы являемся активными участниками различных экскурсий по местам боевой славы, по маршрутам Малой Родины. Серьезно цекавятся асинторфские школьники и темой геноциду белорусского народа у годы Великой Айчинной войны. У школе дейничая виртуальная экспозиция «Память и боль Дубровинской земли». Под керовництвом наставника у десятиклассники проводят экскурсии по спаленных везках района, местах промусового утрымания и массового знищения людей. Рассказывают про зверства фашистов на территории региона. Мы проводим как мини-экскурсии такие для начальных классов и для старшей школы, то есть для наших одноклассников и учеников из других классов. Используются карты, разные картинки, из справочных материалов. Мы рассказываем о Витебской области и вообще о всей Белоруссии, что есть разные деревни, которые были сожжены. Для меня история Хатыни стала одной из значимых, и поэтому я как-то решила продолжать участие в этом проекте и рассказывать об этом другим ученикам. Я была в Хатыни, мне очень трагично вообще там находиться, там стоять и понимать, что здесь жили спокойно люди, а пришли и все разрушили, всех сожгли. Это надо помнить, это надо не забывать, чтобы в будущем не повторить таких же ошибок. С историей родной земли асинторфские школьники из малых годов знайомятся у мясцовым музеи, этнографичный куток, залы довоенного и военного периоду, а так сама уникальная экспозиция, присвеченная истории с дабычы торфу на Дубровинщине для легендарной белорусской дресс. У фондах музея каля полторы тысячи экспонатов, и это так сама заслуга асинторфских школьников. У тесной совязи установа працует не одно десятигодье. Это, конечно, давняя традиция. Я даже могу вспомнить времена, когда я училась в этой школе. И хочу сказать, что вот все, что собрано в этом музее, весь материал собирался учениками нашей школы совместно с руководителем Крюк Константином Федоровым. Поэтому это вот все, что здесь вы видите, к этому приложили руки все учащиеся нашей школы. И тесную связь мы продолжаем поддерживать с музеем по настоящее время. Конечно, для патриотического воспитания здесь есть очень большой объем материала. Здесь мы проводим, конечно, такие традиционные формы работы, как просто экскурсии, уроки мужества, музейные уроки. В последнее время стали весьма популярными у нас исследовательские работы, которые проводят наши учащиеся, именно вот с использованием материалов музея и с помощью работников этого учреждения. У нас четыре зала. Это Ассенторф довоенный, природа Ассенторфского края, Торфопредприятие, это зеленый зал, и Ассенторф годы ВОВ. Сам он основан с 1965 года. В 2005 году его расположение находится вот в этом новом здании. Дети приходят к нам сюда с первого класса, начиная. Ходят они часто. В основном они предпочитают зал Великой Отечественной войны, где они могут посмотреть маленькие макеты танков, вертолетов. Им это больше привлекает, их больше интересует. Много потому что родственников здесь воевало. Им это очень интересно. Навученцы Ассенторфской школы добра разумеют, память про подзбег протков повинна не только жить у сердцах, а лея для устроиваться у справах и учинках. Тому школьники регулярно наводят парадок на территории мемориала, размещенного у агрогородку. Расчищают снег, прибирают листья, и не дозволяют покрыться пылом именам тих, кто подарил им мирное небо ценой своего життя. Мы проводим вот эту вот акцию постоянно, акцию «Обелиск». Каждую неделю мы принимаем участие в очистке этих памятников. 27 сентября был митинг по перезахоронению четырех останков наших бойцов Красной Армии. Мы принимали активное участие руками наших ребят, под моим руководством. Мы изготавляем и делаем гирлянды, гирлянды для возложения. Это является традицией. Традицией мы эту соблюдаем. И 23 февраля вахта памяти у нас проходит ежегодно. Ежегодно мы посещаем мемориальный комплекс Рылинки, где возлагаем тоже гирлянду и живые цветы памятнику павшим воинам. Осиндорфский отрат юных миротворцев один и у Дубровинском районе. Гоноровое звание Школы Миру было присвоено установе адукации пять годов тому. Однако клопот про захование исторической памяти и традиций зауседы был лейт мотивом адукацийного процесса. В этом году у нас обучается 102 учащихся. Все ребята активные, творческие. Образовательный процесс осуществляет 20 педагогов. Все педагоги с высшим образованием, творческие, инициативные. Мы любим свою малую родину, стремимся, чтобы она стала краше. Участвуем именно в патриотических вот таких проектах. Мы должны через младшее поколение сохранить память тех военных событий, тех дальних времен, чтобы они знали все эти события и стремились к тому, чтобы на земле был мир, чтобы они как бы все были миротворцами, не только наши отряды, но чтобы прийти к отряду миротворцев, мы должны воспитать уже с самого, с первого класса воспитываем, чтобы пришли и как бы были миротворцами на этой земле, чтобы мы не знали, что такое война, и чтобы всегда был мир. Шола, как я люблю тебя! Шола, я вновь спешусь сюда! Маленькая и утульная Асинторфская школа – место, где хочется застаться. Тому не дивно, что многие выпускники вертаются сюды, как протягнуть ей летопись уже у якости выкладчиков. Напевно, у этого есть секрет лепшей сельской школы, у любови и отданности, которые живут в ее стенах. Школа, школа, тобой я горжусь!